Визитная карточка Петербурга Город-герой Ленинград Эти трехметровые буквы первое, что видят те, кто выходит из московского вокзала Поздним вечером надпись горит неоновым светом, словно маяк Да что там, весь город преображается и фасады живут яркой ночной жизнью Но в основном это все реклама Но неужели не осталось того советского бескорыстного типа булочная или прачечная Или все-таки есть эти островки Ленинграда в Петербурге Вот она единственная на весь город, к счастью, целевшая вывеской Называть ее так не совсем правильно Булочная на Большом Сапсионевском 92 элемент фасада Это означает, что уже при проектировании и строительстве дома знали, что здесь будут продавать хлеб Изначально их было две, но сохранилась только одна каменная вывеска За 66 лет, правда, безвозвратно утратив букву Ч Вывески пропадают не каждый день, конечно, но раз в месяц какой-то экспонат нашего музея под открытым небом, он пропадает Это просто часть истории нашего города и часть того самого Ленинграда, который продолжает оставаться в Петербурге Прописные буквы с характерным наклоном и только так Стандарт, который был определен для всех булочных страны Забыт, варварски сбит с фасадов С памятью, к счастью, так сделать нельзя Долгие годы эта надпись гарантировала качество Эту формулу взяли на заметку в одной крупной сети современных пекарен и не прогадали Ленинградцы узнали родные буквы и степень доверия автоматически возросла Единые стандарты к шрифтам были едины для всей страны советов Это означало, что дом быта или универсал в Омске ничем не отличался от такой же вывески в Череповце или Екатеринбурге Для Ленинграда все же были исключения Кировский завод, он такой один на всю Россию Его уникальность в том числе и в этих гигантских буквах на крыше Логотип установили в 30-х годах, в 74-м обновили Вот знаменитая кинохроника Ленинградцы отправляются на фронт В кадре всем знакомая надпись Самое интересное, завод мог лишиться своей легендарной вывески Оказалось, на нее не было необходимых документов И по новым правилам она оказалась вне закона Однако здравый смысл победил и буквы остались на месте В какой момент эти вывески оригинальные становятся какими-то мемориальными объектами Которые нужно охранять Я думаю, когда невозможно себе представить определенный пейзаж без этой вывески И вот сейчас, если поставить, допустим, современный логотип нарисовать, что-то сделать То есть он такой прям очень устаревший Но, тем не менее, хоть какая-то связь с прошлым у нас должна оставаться В советских шрифтах допускались только прямые и строгие формы Особенно, когда это касалось объектов стратегического значения Сберкассы, заводы, вокзалы Со временем некоторые из них стали настоящим арт-объектом С двойным смыслом Считается, что советские шрифты уникальны Это не совсем так Некоторые написания букв заимствовали Заимствовали, например, букву К Естественно, не все и не всегда Но, тем не менее, она встречалась довольно часто У нее был очень высокий первый выносной элемент такой И потом делалась такая петелька и делалась буква К То есть получалась вроде бы похожая очень форма Но сейчас такую не используют, а используют уже более классическую, привычную нам У буквы Б есть такой верхний выносной элемент, он называется И ее рисовали просто и делали потом огромный выносной элемент сверху Именно в Ленинграде в советское время открывается комбинат «Газосвет» Он снабжает световыми вывесками всю страну Производитель-монополист напрямую подчиняется горосполкому Главной задачей которого была унификация и стандартизация наружной рекламы Вот почему все вывески тогда были скучными и однообразными Минимальное отступление от правил могли себе позволить разве что рестораны или кинотеатры Невоин стал только в 65-м году Сменив до этого два названия «Арс» и «Штурм» Но вот что интересно, здесь всегда показывали кино Не отдали это здание ни под офисы, ни под бизнес-центр, ни под бассейн Такой островок Ленинграда в Петербурге А вот буквы уже, к сожалению, не аутентичны, не родны Это новодел Настоящая Нева в мастерской знаменитого художника-архитектора Михаила Бархина Словно на курорте буквы отдыхают здесь под пальмой после работы Этот отдых они заслужили А вот за что их выбросили на помойку, непонятно Если бы не друзья художника, история исчезла бы навсегда Даже один ассоциативный ряд при взгляде на эту штуку Он вообще начинаешь фантазировать, мечтать, вспоминать что-то Конечно, надо сохранять И Петербург, мне кажется, этим хорош Потому что здесь все-таки максимально стараются как-то что-то сохранить Объект охраны или никому не нужный хлам У сочувствующего собирателя артефакта в советской эпохе Андрей просит не называть его коллекционером Не стоит такого вопроса Каждая жестяная или эмалированная табличка Для него интересный собеседник Которому есть что рассказать о том времени, в котором он жил на улице Ленинграда Вот табличка, мне кажется, редкая Туалетов было не так много А это как раз тот непродолжительный момент Когда в Питере появились первые платные туалеты Есть вероятность, что это одна из первых, если не первая, табличка платного туалета Неоновые и нарисованные с помощью трафарета Простые с претензией на оригинальность К ним можно по-разному относиться Ругать за устаревший дизайн Или возводить до уровня культурной ценности Все так Но главное, наверное, то, что все эти универсамы и булочные кинотеатры У кого-то друзья детства С ними связаны воспоминания Они наше прошлое Значит, то, без чего нельзя представить Петербург Город, в котором за 316 лет История оставила словно часовых На посту свидетелей той или иной эпохи И в Петербурге всегда можно найти Ленинград Наталья Бандурина, Пульс Города